Продолжение следует... Мы берем интервью у наших руководителей. Сейчас я хотел бы обратиться с вопросами к директору клубного чемпионата России Александру Ивановичу Захарову и одновременно к директору клуба УГМК. Александр Иванович, у меня буквально три вопроса. Первый вопрос. Как прошли подготовительные работы к ТУРу? Все ли в порядке? Как вы оцениваете вообще спортивный уровень борьбы? Что хотел доложить ТНСовому сообществу, что я считаю, как всегда, в КПШМЕ четко все организовано. Команды прибыли и готовились согласно своих индивидуальных планов. Но подготовка команды, она показывает, что люди настроены на борьбу, что еще ничего не решено и каждый матч получается боевой. Поэтому я надеюсь, что на такой мажорной ноте и подготовка, и проведение, и сами игры пройдут на хорошем уровне. Александр Иванович, у меня такой вопрос сейчас. Вопрос к вам как к директору клубного чемпионата России. Есть ли какая-то ясность по поводу формулы, которая нас ожидает в новом сезоне, или еще этот вопрос будет прорабатываться? Нет, на последнем директорате принято решение, что с следующего года в премьер-лиге будут участвовать 12 команд. Возвращаем систему плей-офф. Это качественно повысит уровень соревнований. И все-таки и зрители, и специалисты привыкли к системе плей-офф. Это дает более значимое ощущение, что ли, праздника. Да, я согласен. И мы, конечно, хотели бы вернуться к тому, чтобы и мужчины, и женщины играли плей-офф в одно время, в одном месте. Это как итог, что ли, года соревнования, где они могли бы вместе оценить, что у нас творится, обвиняться мнениями, совместно порадоваться. Потому что даже сейчас один тур проходит в Краснодаре, один у нас. Ну да, разорвано. Он должен быть единым. Вот такое мнение большинства членов директората. Кто будет участвовать, есть разные предложения. Есть предложение пригласить для участия в клубном чемпионате спортсменов из Украины, Казахстана. Такие переговоры мы вели. Есть мнение, что создать отдельную юниорскую команду из игроков сборной России, и чтобы она участвовала. Ну да, дать ее место. Спортивный принцип, конечно, будет соблюден, но вот это приглашение зарубежных команд, особенно с Украины, да, я думаю, и Казахстан, если правильно подойдет и усилится, это просто усилит наш чемпионат. И это даст возможность нашим молодым, которые почти что все представлены в нашем чемпионате и в клубах, повысить качество и уровень своего мастерства. Да, Александр Иванович, и последний вопрос. Вам как главному лицу в клубе УГМК, ожидают ли нас какие-то сюрпризы по составу, по контрактам, как обстоят дела сейчас с формированием состава на следующий сезон? Ну, если это секрет, Александр Иванович, вы можете не говорить. Нет, я хочу сказать одно. Коллектив сложился, как в каждом виде спорта или в каждом клубе, могут быть спады, могут быть подъемы и взлеты, но наш коллектив и тренерские кадры нас удовлетворяют. Те объективные причины, как травмы, которые не позволяли некоторым спортсменам качественно выступать. Но по духу это очень сильная и перспективная команда. Поэтому, я думаю, этот состав сохранится на следующий сезон. Да, ясно. Ну что ж, Александр Иванович, желаю удачи вам. Кроме, конечно, того, что вернется Гриша Власов, чемпион России. Это будет усиление, которое позволит нам выиграть. Я согласен. Спасибо, Александр Иванович, удачи. До свидания.